Так, Лиринские острова, да, называется? Замечательно. Значит, Лиринские острова. Я насчитал тут, вот просто взял пальцем вот так, раз, два, три, четыре. Вместе с лодками здесь сотня с копейками бортов насчитывается. И это действительно много, я бы сказал. Вот они. Какие? Значит, здесь ходит кораблик. А где этот кораблик, Яночка? Где корабль, который развозит пиццу и устриц и все остальное? Красный? Нет. Красный это что? Вот этот с флагом, который, флаг на мачте? Это огромный катаваран. Кто не может пойти развозить пиццу? Что, прям пиццу развозят? А, телефон? А, ну да, пицца на нем же написана. На нем же написано, пицца и телефон. Туда можно съездить и заказать пиццу. И на маленькой лодке он развозит, я понял. Какая наглость. Это совсем наш бомбард. Да, кроме этого, значит, здесь съездят и развозят устрицы. Я сейчас сфотографирую меню. Ну, вменяемо, дюжина устриц можно за 25 евро купить. Ну, там есть еще большое плато, там с морепродуктами, это уже там 70 евро, я не помню, сейчас посмотрю. Здесь есть ресторан. Ресторан, в общем, кормят, по словам Марата, кормят плохо, медленно и дорого, естественно. Но зато вся еда святая, потому что здесь типа монастырь. Ну, это, я бы сказал, больше благотворительность, чем действительно пойти покушать туда. Вот, хотя нужны ли этим товарищам действительно пиньон, за это большой вопрос. Так, что здесь еще есть? Туристов привозят с материка. Значит, вот эти все бакины, вот паромчик пришел, вот эти бакины зеленые, все, что здесь стоит, значит, он вот сюда вот подплывает. Да, зайка, у нас самый большой. Особенно у папы. Вот. Так. Ну, вот так, будем дальше смотреть, пойдем на замки, пойдем за устрицами, везде пойдем. Кстати, у нас, очевидно, сломался импеллер, вот, и начал двигатель закипать. Будем, зайдем в Каны, поменяем импеллер, тоже будет интересно. Такой симпатичный паромчик. Что ты говоришь, Кися? Давай покормим рыбок, кто ж против? А ты попроси у Яны, попроси, пожалуйста, хлебушка какого-то. Да. Говоришь еще раз? Полосатые уши, полосатые и волосатые уши. У кого? У кого? У тебя. Понятно, у меня, я волосатый-полосатый. Ну, я бы сказал, я лысый. Ну, ладно, тоже пойдем. Полосатые и волосатые. Тебе нравится здесь, Никуся, как вот здесь много лодочек? Да? Нравится? Не, нравится здесь. Еще пиццу можно заказать. Что? Еще кого можно заказать? Пиццу. Пиццу развозят, ничего себе. А что-то еще, по-моему, тут устрицу развозили, да? Да. Класс, вот это да. Так я и знала, пиццу и устрицу. Где? Вот, да, видишь, это подплывает. Вижу, вижу, да, кораблик такой подплывает, лодочка. А я уже поспала. А ты уже поспала? Да. И ты, ох, ты, как быстро поспали. Понятно. Я только полоснулась. Все хорошо у тебя? Я же заказал пиццу. Пиццу с хамоном. Ну, хорошо, уйди папе заказай. А я хочу заказать много колбасок. А я хочу заказать большой-большой торт с креветками, огурцами солеными и большими жирными жареными гвоздями. И ушами осла. Свету в придачу. Правильно? Мы только что и уши ослыли. И крокодила, да. Точно. Так, детки, а теперь вопрос. Где будем кормить? Там. А ты предлагаешь, Диана? Диана, ты где предлагаешь? Тут тоже хочешь? Все, тогда единогласно, пойдемте. А может, сзади будем кормить? Нет. А может, спросим, Марата, где он рыбу будет ловить? И там будем прикармливать ее? Да. А тогда она будет клевать хорошо. Хочешь, чтобы клевала рыбка у нас? Да. Марата, где? А ты где рыбу ловишь? Нос или с кормы обычно? С кормы. С кормы тогда давайте сзади будем прикармливать. Нет. А тут мы ничего не увидим. Так, ну, все. Идемте. Куда идем? Сюда? Сюда идем? Нет. Чего же нет? А куда? Куда еще поможем? А там Михаил сидит. Хотите туда? Ну, пошли туда. А что туда? А чего туда? Вот скажи, Яна. А чего туда? Удочка? Ну, и что там? Удочка. А тут такая. Ну, пошли туда. Хорошо. А я хочу сюда. Так, вы задолбали. Вот вам хлеб. Что хотите, то и делайте. Так, точно. Так, имеем меню. Но как раз вот где цена как раз она оторвалась. Так говоришь, финдоклер был? 24 и 42. 24 и 42. Это дюжина. Тройка. Номер свежее. Либо ты. С ними ем. Ты. Понятно. И вы их кушаете. Вот такой был лучше. А не кушают. Ну, отлично. Так, что есть еще у нас? Икра есть. Вино есть. Шампанское есть. Ну, и за 60 евро какой-то есть вообще сет. Да. А, вот. Можно, кстати, вот вы можете на троек взять за 60 евро. И тогда у вас получится по 6 устриц на каждого. По 6 мидий. Ой, по 6 креметок мадагаскарских. И по 6 каких-то еще там. Красота. Слушай, а тут прямо open every day. July and August. М1, М2, М3. А что это значит? Это когда им звонишь. Ага. Чтобы сказать, где мы стоим. А, ничего себе. Какой сервис. Обалдеть. Фантастика. В общем, вот телефон. Звонишь. И тут еще и веб-страница есть. Звонишь и заказываешь себе сюда. Привозят красота. То, что надо. Ну, я сейчас мемку готовлю. Я не могу, к сожалению, ловить. Давай я заброшу. А только крючок, я так понял, надо привязать. Ну, расскажи хоть два слова про эти острова. Мы находимся недалеко от города Канны. И здесь прямо напротив города лежат прекрасный остров. И масса народу, просто миллионы людей, которые каждый год посещают Канны. Даже не подозревают, что здесь такой райский уголок. Где такая, аромат как бы старины, нативная природа. Вот один остров, который вы видите здесь, это монастырский остров. Это один из самых богатых монастырей Гиправо-Казарова. Ему принадлежало, и в этом конкретном монастыре принадлежало почти все побережье. Вот отсюда Канны, Ницца, Минтон, Монако, все. Это была собственность вот этого монастыря. Это был богатейший монастырь. У него много раз совершались набеги, поэтому там с другой стороны находится мощная крепость, где укрывались шелтер такой, где укрывались монахи. Вот этот монастырь, естественно, решился. Всех своих владений у них остался только этот остров. Почти весь засаженный виноградниками в центре, а по периметру это все прекраснейший фарк, по которому можно гулять. Вот можно зайти в этот монастырь, можно купить монастырьского вина, взять винограду, можно что-нибудь даже перекусить. А остров напротив, это королевское бывшее владение, оно предбежало королю. Никому не разрешалось высаживаться на этот остров. И на этом же острове находится форт, в котором содержалась знаменитая железная маска. Единственным, кроме охраны этого форта, единственным жителем острова был лесник. Вот отсюда можно видеть, вот там вот башенка стоит. Это дом лесника. Это вот этот замок вот такой, слева от пиццы. Да, это дом лесника. Там жил лесник со своей семьей, в случае, если, опять-таки, набегов, они укрывались вот в этой башне. Ага. И этот лесник обладал, как это называлось во Франции, право пани. То есть он имел право казнить своей волей любого, кто высаживался на этот остров. Сам остров является ботаническим садом. Там растут тысячи всевозможных деревьев и кустарников различных со всех сторон. Ага. Да именно ботанический сад. Там великолепные эвкалиптовые аллеи. Вообще там гулять супер, как приятно. Остров большой. Людей там очень мало. То есть вот что, опять-таки, я говорил, что камень, да, это популярное, пафосное место. И тут же рядом, как и пустынный, великолепный, заросший всякими хитрыми растениями сад. Вот, ну вот, собственно говоря, и все. Так что сейчас мы еще бухнем и помним. Ника, еще чуть-чуть. Ника, Ника. Ну ладно. Окей, молодец. Ника, Ника, Ника. Ага, у нее другие планы. Мелковато? Ага. А вы здесь были уже в этом году? Были туда, вот так. А, ну да. Данила, это ничего. А, болты. Болты, да. Болты. Туда-то они уже надежнее. Более, у нас тут все пара много, и дети, и собака. Ладно, давай. Где южики-колючики сядут? Да. Тебе приятнее ходить-то? Ну вы же как-то вылезли? А, дальше? Ну мы вылезали по этим шинам. Ну да. Вода какая, какого цвета вообще, просто фантастика. Да, да. Действительно лазурная, невероятная. Папа! Да, солнышко. Я видела бабочку и моя подружка вывела. Это которая Яна? Да. Хорошо. Молодцы. Мы пошли туда. Нет, мы в другую сторону идем. Нет. Ну папа сказал, а ты же папу слушаешься. Это практически генштаб. Да. Или штаб армии точнее. А это же монастырь получается, да? Да, монастыри есть. А где, вот мы же увидели как-то издалека. Вот сейчас мы увидим. Где они здесь прятались. Надо справа обойти. Ага, ну пойдем. А это ж мы делаем. Оооо, красиво. Елка. Кактусы мне больше нравятся. Большие. Папа, держи. Кого держать? Попеть? Не, зайка, я не хочу всякую мусор вот это вот. Не надо мне. Смотри, личико лучше помыть. Папа, держи. Иди ко мне. Иди ко мне. Спасибо зайка. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Да, вот здесь форт. Ого. Мой ручки. Мой ручки. Мой ручки. Куда? Еще и такой там маяк какой-то. Спасибо. Котик, мы же не рвем цветочки. Ты что забыла? Зайка, нельзя рвать цветочки. Ни в коем случае. Но это некрасиво. Я должен их оставить. Мне нельзя рвать цветочки. Пожалуйста, больше не рви. Тем более божьи цветочки. Ну, это же никак нельзя. Все. А что у нас не было? Да, там наши. У меня сама есть порфавор. Ааа, порфавор. Ахахаха. они прямо выкладывают это все и ой там и омары ой 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 это лед дает отдадим вам пакет и можно людика заодно а или они они может не так дают они хотят там и не выложить или тик тико флекс как он называется опа и лётика заодно давай ну чё ну окей так лёд у нас уже есть значит и готовят наша плата волшебная за 65 евро в общем сервис на высшем уровне сейчас посмотрим что же до него входит входит ровно столько чтобы они могли купить себе такой замечательный рип тысяч наверно за 30 долларов и с таким замечательным меркви не долларов а евро на свой стороны что делать насмотришься на такие роскошные яхты хочется немножко роскошной жизни почувствовать да улитки так короче жалко я не могу стоять а видео надо снимать ты понимаешь а я босиком вот и получается короче 10 таких тарелок продали уже 650 евро я правильно понял за день а продают они их штук наверно 20 я думаю плюс еще по мелочевке ну короче я тебе понял откуда деньги на 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 этот рип только чего не в черном цвете взяли вот я не могу понять они уже больно сидеть я так думаю я погнали давай угнали да 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 所以 вы его гнали да 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 алифа ты приходишь на какую-нибудь тени в посткошке да сейчас скидь я попозже возьмите пожалуйста я не могу взять ребят ребята возьмите пожалуйста там просто нереально жарко я не просто не могу там стоять о Очень красиво, спасибо большое, ребята, спасибо, спасибо, спасибо за глазами, удачи на сегодняшний день. Ух ты, как он нервничает. Опа, номер три. А ну, посмотри, никто же не поверит. Красота. Спасибо большое. Очень красиво, восхитительно просто. И на самом деле здесь было очень много впечатлений, мы купили устриц или даже плотом с морепродуктами, которые нам привезли прямо на борт, значит мы сделали восхитительную прогулку и было очень красиво. Но сейчас мы идем в Гольф Жуан для того, чтобы купить импеллер, потому что это еще одно приключение, да, у нас полетел импеллер и один из двигателей перегревается, и это тоже будет очень интересно. В общем, мы, к сожалению, посетили только один остров, который маленький, вот здесь вот с этой стороны, да, но оказывается вот этот второй, который гораздо больше за моей спиной, он вообще там прогулка может быть на целый день, а может даже и на несколько дней, если брать экскурсии и все остальное. Марат замечательно рассказал про эти оба острова. В общем, здесь есть на что посмотреть, еще раз обязательно мы здесь будем, потому что, ну, тут можно даже, я не знаю, 4 дня потратить, гуляя и отдыхая в этом прекрасном месте. Очень красиво, сосны, цикады, замечательные берега, лакуны, поймали 5 рыб, почистили, значит, рыбки, я не помню, как называется, очень интересно, вы наверняка их видели, это, ну, размером вот таких до, там, 30-35 сантиметров, с такой, с точечкой, голубенькая с точечкой, такая сардинка, вот, говорит Марат, очень интересный вид, потому что это одна из немногих рыб, которая может по желанию менять пол, то есть, если в популяции мало мальчиков, она становится мальчиком, если в популяции мало девочек, она становится девочкой, чего только не придумает природа, вот бы нам так. Ну что, до следующего раза. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Все видео об этом недельном путешествии на катамаране Мана Мана я выложу в отдельный плейлист по ссылке в описании. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы с вами увидимся через неделю. До связи на Хэппи Кэт. Продолжение следует...